Самая главная радость приносит работа, когда ты востребовала. Артисты и писатели все таким рождаются, чтобы их любили, признавали. Я молодой писатель. Свою хрустальную мечту детства стал осуществлять, только уйдя с актёрской арены. Наша встреча с Георгием Ивановичем Бальяном началась с прогулки по московским улицам. Актёр, режиссёр и, как он называет себя, молодой писатель, поскольку официально вступил в Союз писателей России лишь пять лет назад, Георгий Иванович вспоминает множество историй своей жизни и не скрывает, что родился под счастливой звездой. Ангел-хранитель помог выжить в Великой Отечественной. Были радостные годы учёбы в театральном вузе, творческие поиски, признание зрителям, создание собственного театра одного актёра, незабываемые встречи с поэтами-шестидесятниками, чьё творчество входило в его репертуар. Рассказ нашего героя об Илом то и дело возвращал нас в сегодняшний день. Сегодня его действительно по-прежнему радует работа. И это литературное творчество, в котором он проявляет свой дар и нередко чувство юмора, рассуждая, например, о современности человека. В современном хочу в ногу со всеми идти. В нём живёт настоящий человек, а настоящий человек всегда современен. Он щедр по натуре, он щедр душой. Он может сопереживать, сострадать, соучаствовать. Вот это, вероятно, и является той скрепой, которая держит семью на протяжении 38 лет. Жена, друг, единомышленник, соратник. Не ошибёмся, если станем утверждать, что Антонина Петровна – это тоже огромное везение нашего героя. Познакомились они, когда ей было лет 20, а вот семья образовалась гораздо позже. Однажды, посетив концерт Бальяна в Политехническом, Антонина позвонила Георгию домой и спросила, помнит ли он свою старую знакомую. Он говорит, а я вас не забывала. О том, как сложилась эта творческая семья, можно было бы рассказать отдельную историю, и об этом чуть позже. А пока заглянем в фотолетопись Георгия Бальяна. Актёр утверждает, что помнит себя с двух-трёх лет, и об этом он пишет в своём лирическом, автобиографическом романе-эпопее «Все возрасты любви». Причём совершенно не случайно придумывает главному герою романа имя Руслан Баловнев. Родился я в городе Андижане, Узбекской СССР, и первый класс пошёл именно там. В семье Вартуи и Анушавана Бальян Георгий был младшеньким, любимцем не только родителей, но и старших сестёр и братьев. Мама воспитывала детей, была домохозяйкой, а отец, привыкший трудиться с 12-летнего возраста, успешно обеспечивал семью всем необходимым. Работал в нефтяной промышленности. А во времена НЭПа даже пытался разбогатеть, открыв в свою лавку магазинчик. Но это тоже отдельная история. К тому времени, когда младший сын окончил первый класс, трое старших детей Бальян, Сергей, Лев и Тамара, уже самостоятельно переехали в Москву. Вскоре туда же, в столицу, прибыли и мать с отцом, вместе с младшими детьми, Афилией и Жорой. Георгий Иванович, однажды, но раз и навсегда, в школе вы почувствовали себя артистом. Случилось так, что, придя в школу, учительница была очень хорошая, Елена Даниловна. Она говорит, прочитай для знакомства, как ты усвоил чтение. И начал читать. Так гладко и легко, что удивил весь класс. А сосед дергает меня за локоть и спрашивает удивленность, ты где так научился читать? Мы так не умеем. И с этой поры я почувствовал себя маленьким, но артистом. А потом пошли стихи наизусть, пел и мечтал писать. Первые стихи опубликал в стенной газете о Парижской коммуне и о весне. В школе был застрельщиком выступлений, концертов. А в 10-м классе открывал клубы по интересам, организовал клуб чтеца, клуб драматического актера. Кумиром среди актеров Георгий выбрал для себя Владимира Яхонтова. Мастер художественного слова, создавший впоследствии новый жанр театр одного актера, покорял чтением Пушкина, Блока, Маяковского и своим творческим кредо. Речь должна звучать как стихи. И Георгий старался подражать кумиру. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно, значит кто-то хочет, чтобы они были. Я совмещал увлечения актерским ремеслом и писательским искусством. Успел выпустить журнал на машинке, отпечатанный перо и образ. Каким-то спортом вы занимались, увлекались или только творчеством? Нет, занимался. Со второго класса нам объясняли, что мы будущие защитники Отечества. Нас воспитывали в духе любви к Родине. Футбольное поле для игры, бильярд, тир для стрельбы. И потенциально мы все были готовы к героическим поступкам. Только одному представилась эта ситуация экстремальная, а другому не представилась. И разве знали они тогда, мальчишки, окончившие школу за год до войны, сколько героев заявит Родине их поколение? Осенью же 1940 года кто-то из ребят ждал призыва в армию, кто-то, в том числе и Георгий Бальян, поступал в институт. Все думы мои были связаны с тем, чтобы быть и артистом, и писателем. Выбрал институт МИФЛИ. Но поступить в институт в том году ему не удалось, и Георгий стал ожидать призыва в ряды Красной Армии. Попал в школу младших авиаспециалистов в январе 14-го числа. Учили на стрельбе, наукам стрелка-радиста, знания азбуки Морзе, моторов, изучение достоинств каждого самолета и так далее. Ваша романтическая натура и небо, эти два понятия, они соответствовали друг другу? Вы знаете, не соответствовало. Не соответствовало. Но я всегда был в первых рядах. Я даже удивлялся, потому что военной профессии мне давалось. Я умел стрелять метко. Восемь месяцев армейских. Было ли какое-то ощущение преддверия войны? Было. А мы давно знали. И далее же распевали песенку. Внимание, внимание, на нас идет Германия. Я свидетель того, что за два месяца до начала войны наша школа была передислоцирована на Волгу. На Волге в июне 41-го без пяти минут выпускники школы младших авиаспециалистов узнают о нападении Гитлера на страну. В связи с нехваткой боевой авиатехники, уничтоженной немцами в первые дни войны, молодых стрелков-радистов будут загружать всевозможными приказами, не имеющими отношения к пройденной военной науке. Мы в это время сторожили аэродромы, добывали торф в грязи, спали на мокром торфе, на жиже. По-суворовски шинель под себя, и шинели укрывались. В колхозах урожай этот самый собирали. И запомнился мне восклицание председателя с одной руки после, видимо, боев, был назначен председателем колхоза. Дайте мне этих орлов, и я за несколько месяцев сделаю колхоз миллионером. Мне, как бы, рожденную уже после войны, конец войны, я воспринимаю то время трагически. Для меня совершенно другие краски. Он же умеет войну преподнести, ну, как обыденное, это как долг человека, который он выполнил. И вот там нет трагедии, там нет ужасов этой войны. Если даже есть где-то, то он старается не передать их вот на сегодня, для того, чтобы мы не ужаснулись. Однако есть в военной биографии Георгия Бальяна одна трагическая история, которую однажды он просто вычеркнул из своих воспоминаний фронтовика. Влиятельные люди в свое время посоветовали не создавать себе проблемы. И поэтому не было логики и последовательности в его военной биографии. Эту давнюю историю он поведал нам как свою исповедь. По закону Ленд-Лиза, принятого Конгрессом США еще весной 41-го года, наши союзники, Америка и Англия, обязались поставлять для нужд Красной Армии разнообразную помощь, в том числе и боевые самолеты. Одним из путей переброски американских самолетов в СССР оказался мост Аляска-Сибирь. В городе Иванове началось формирование летных экипажей авиабригад, в которые входили пилоты, штурманы и стрелки-радисты. Я по всем статьям подошел. Георгий Иванович вспоминает, что всех тогда, кто был сформирован в авиабригады, одели с иголочки и отправили товарным составом в Красноярск. И однажды на одной из станций под названием «Буй» во время 10-дневной стоянки молодые бойцы, изнывая от жары, отвоевали у командиров право сбегать в парк на танцы. Девушку, которую я пригласил, это самое, попросила, не отдавайте меня никому, потому что на меня зарится вот тот ваш парень, а я не хочу быть партнершей его. Тот парень ждал, ждал, не дождавшись, это самое, пришел к нам и сказал, вы хорошо смотритесь, но я жду, не дождусь, когда вы расстанетесь, чтобы пригласить даму на танец. Она сказала, я обещала танцевать только с Георгием. Он, как говорится, у Масленной ушел и затаил, как говорится, против меня коварство. К эшелону все возвращались веселые и довольные. До станционного забора Георгий шел вместе с партнершей по танцам. Девушке было по пути, и когда он уже, прощаясь с ней, собирался, догоняя своих, пролезть через лаз, навстречу ему вдруг вылез коварный соперник. О, хорошо, что я вас встретил. Давай проводим нашу даму до дому, не бросим же мы кавалеры все-таки. Проводили, сердце уже что-то подсказывало. Он матерясь, давай скорее, там ждут нас. Как ждут? Что? Да давай, устраивали поверку. Дали мне задание живого и мертвого доставить к тебе. Да что ж ты, подлец, не сказал мне раньше. Бежим срочно. А у самого сердца колотится уже предчувствие чего-то. Поднялись мы в вагон свой, рапортует командиру звена. Товарищ командир, дитертир доставлен. На следующее утро перед всем личным составом бригады с Георгия сняли ремень и отправили на гауптвахту, переодев во все старое. Охрана же напомнила ему про недавно вышедший приказ Сталина об ужесточении меры борьбы с паникерами и нарушителями дисциплин. Судьбу Георгия решали трое, в том числе и тот, кто предал его. Бальян был разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон. Таким образом, вместо перегоночного авиаотряда он попал на фронт в Калининскую область, где была временная передышка после кровопролитных боев. Готовились к наступлению. Баян отлично помнит ту атаку, в которой он участвовал впервые. В 1942 год нам поставили задачу захватить эту деревушку, если там немцы, навязать им бой. Но атака была неудачной и вскоре поступил новый приказ вернуться на исходную позицию, укрыться от огня противника. Я нашел в холмике трещину и влез бочком в эту трещину и наблюдал с высоты своего положения. Боженька со мной разговаривал. Шею устало у тебя. Вернись на исходное положение. У тебя же метится, дурачок. Снайпер. Я выпрямился. Около виска просвистело. Пулька. Я не стал таким верующим, что ли, но не издевался над теми, которые крестятся. Среди воспоминаний о событиях того времени в памяти Георгия Ивановича побеждают отнюдь не горькие воспоминания и душевные муки. Даже на фронте он продолжал заниматься творчеством и организовывал концерты, принимая в них активное участие. Слово или эта самая песня объединяла людей. Недаром были фронтовые бригады. Он читал бойцам стихи любимых поэтов и видел, что поэзия творит чудеса, поднимая бойцовский дух и утверждая веру в победу. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья станут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. А потом, еще до готовившегося наступления, случилось невероятное. Зубцове мы роем окопы, траншеи, переходы, там, готовимся к атакам. И вдруг, значит, на бруствере выросли две-три фигуры. Я слышу кто тут Бальян? Я шури удивился. Я? Скажите, где служили? В авиации. Кем? Стрелком-радистом. А азбуку Морзе знаете? Знаю. Поднимайтесь. Около пяти месяцев Бальян выполнял обязанности связиста. Именно тогда он и узнал о новом приказе Верховного Клана Командования. Всех, независимо от причин фронтовой деятельности, вернуть в авиацию. Свою службу Бальян продолжил в Подмосковье, где под Серпуховым в Дракино дислоцировался первый учебно-тренировочный авиаполк. В Дракино уже прибыли самолеты. Я успел только один раз взлететь на самолете, как мне сделалось нехорошо. Подкачало здоровье, и вас сняли с полетов. Но все-таки каждый был на каком-то месте приносил необходимую помощь фронту. Моторы мы знали. Последние полтора года войны Георгий Бальян служил в ремонтной авиабригаде в Видном, где сумел организовать работу армейского клуба. Я был всеядный, как говорится. И конферировал, и пел песни, читал, играл сцены. Своё будущее вы видели в творческой деятельности? Ну, конечно, я всё время видел только это, потому что я не видел себя в воинской должности какой-то серьёзной. После войны Георгий Иванович будет дважды поступать в ГИТИС, а окончив театральный вуз, выберет Казанский государственный большой драматический театр имени Качалова, где случится первый успех. Где будет выдержан экзамен на зрелость, где наш герой впервые испытает настоящее актёрское счастье. После Казани Бальяна пригласят в Москву в театр Советской Армии. И это тоже отдельная пятилетняя история удач и разочарований. В конце концов творческая судьба приведёт нашего героя в Москонцерт, где начнётся новая жизнь, после чего у него появится свой театр одного актёра. А в этом театре определится роль для Антонины Петровны. Георгий Иванович это целый мир. Мир из его ролей, мир из поэтов, писателей. Нельзя быть рядом с человеком в свободной профессии и иметь регламентированный рабочий день. В результате рождения второго ребёнка я сменила свою основную профессию. Пришла в Москонцерт, меня тарифицировали и дали право вести его концерт. Было время интересное. Это было время, когда шестидесятники правили в стране. Они были нашими кумирами. А у Георгия Ивановича были программы. Это был Андрей Вознесенский, это был Борис Пастернак, это был Роберт Рождественский. У Георгия Ивановича была очень интересная программа по Борису Леонидовичу Пастернаку. Это программа, которая заставила меня пересмотреть саму историю и посмотреть на тот период белого движения глазами Марины Цветаевой и Бориса Пастернак. Поэтому вхождение в мир культуры изменило и мой внутренний мир. Огромный жизненный путь с вечным поиском истины в творчестве, созданием различных образов, работой над словом и до сих пор нескончаемым желанием творить – это история об уникальном человеке. Сегодня ему уже за 90. Но с огромным интересом Георгий Иванович Бальян принимает участие в новом для него проекте клуба «Война и мир» «Театр антивоенных действий». Общий смысл искусства против войны, искусства на войне, искусства во время войны. Противоставление темы «Война и мир», искусство и жизнь и культура памяти, мне кажется, сегодня они очень органичны. Образом красивого актера, профессионального чтеца, яркой личности претворительность в Георгий Иванович Бальяне. Этот человек настолько своевременный для своей родины и современный и сейчас, мне кажется, является вот той самой красной ниточкой в истории нашей судьбы, нашей родины, которую мы все пишем, читаем, изучаем. У нас большие планы сделать программу по Константину Симонову в ноябре, в честь дня рождения Константина Симонова. Я надеюсь, что, в общем-то, таким центральной жемчужиной, таким, в общем-то, нашим нервом этого мероприятия станет вот такое блистательное, талантливое исполнение Симонова именно Георгия Ивановича Бальяна. Ну вот, еще одна нерассказанная история о любимых поэтах нашего героя. История о том, как в свое время он просто бредил стихами Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, как через всю жизнь он пронес поэзию знаменитого фронтового поэта, который побеждал своей актуальностью и любовной лирикой. Через всю жизнь и даже сейчас если спрашивает, я обращаюсь к Симонову. Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он выбирай, мне ненажды в раю тоскующий, чтоб покорно за мною шла, я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила, взял бы в рай с собой друга верного, чтоб было с кем пировать, и врага, чтоб минуту скверную по земному с ним враждовать, ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья никакой самой малой малости на земле бы не бросил я, даже смерть, если было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что нам на земле причислено, в рай с собой бы захватил. Продолжение следует...